здравствуйте друзья доброе утро небольшой комментарий будет сегодня по поводу принятия бюджета и вы знаете что приятие бюджета так как бы увязывается сейчас с иммиграционными делами поэтому не ради бюджета но вот с интересом к иммиграции я на эту тему разговариваю сенат вы знаете мы вчера делали сюжет с утра принял такой компромиссный бюджет от полиция работает я скажу полицейского сенат принял совместный такой компромиссный бюджет действительно компромиссный то есть там интересы и демократов и республикантов хороший такой в общем-то компромисс и осталось чтобы его принял приняла палата представителей палата представителей будет вечером сегодня голосовать и непонятно что там получится потому что вчера вообще такая как бы даже сказать ну акция произошла нэнси пелоси руководитель меньшинства демократического в палате представителей восемь часов рассказывала про даку это было чисто демонстрационным таким просто чтобы внимание привлечь не то что она там кого-то могла убедить или там переубедить в палате представителей но там вот этот филибастер запрещен то есть если в сенате например сенатор может там выходить и говорить сколько хочешь один за другим там и так далее не могут тянуть время то в палате представителей такого нет поэтому как бы то что раздел довольно необычного дело в том что руководители меньшинства и большинства вот два человека и эти люди могут выходить и говорить сколько хочешь и вот она воспользовалась вот этой фишечкой и 8 часов говорила по теме вот многие сомневаются что это вообще было чем-то разумным вот но с другой стороны это как бы политическая акция она хотела показать тем кто сомневается и своим и чужим что для демократов вопросы этой самой даки они важны и потому что их сейчас обвиняют там такие в основном правые такие очень республиканцы что они не заботятся об этой даке пошли если бы они заботились то они бы приняли тот ультиматум который приятнее книг они не могут который начнем в этом порядке выкручивания рук предлагает трамп значит вот типа они мол не заботятся если бы они заботились они бы давно капитулировали но они показывали свой интерес так вот что происходит она требовала и вообще демократы в палате представителей требуют чтобы пол район это руководитель республиканского большинства в палате представителей обещал так же как в сенате это произошло что если до 8 числа февраля то есть сегодня конец дня не пройдет иммиграционная реформа то ее начнут обсуждать значит в сенате а эти требуют чтобы и в палате представителей было то же самое на самом деле то что пол район говорит резко но я бы сказал фундаментально отличается от того что сказано было в сенате потому что в сенате было сказано что мы перейдем к открытому обсуждению пол район в палате представителей говорит мы готовы в любой момент значит рассмотреть реформу которую поддерживает наш президент это значит либо вы капитулируете либо мы даже и разговаривать с вами не будем то есть сколько бы в сенате чего там не рассматривали допустим они в сенате до чего-то договорились независимо от того что президент говорит или не говорит но вот они выработали некий компромисс дальше это спускается в палату представителей где они говорят а мы даже рассматривать не будем потому что президент с этим не согласен и мы а мы вот даже и такие вот настолько халуи что у нас и обсуждать ничего не надо вот пока пахан не скажет мы даже обсуждать не будем и вот то есть грубо говоря демонстративно открыто в лицо говорят нам без разницы что вы там будете обсуждать значит пока вы не капитулируете перед требованиями вот которые есть на этой стороне пока вы не капитулируете мы с вами вообще разговаривать в эмиграции не будем и но вот так такая интересная вещь то есть конечно палата представителей могла бы сказать ну президент президента мы обсуждаем в конце концов если президент накладывает вето на какой-то законопроект а это случается то это вето если находится достаточно много голосов в законодателей то они могут это вето опровергнуть а как ну сори это мы настаиваем и такие случаи тоже есть поэтому все-таки законодатели должны своим делом заниматься а не допустим там на побегушках быть у кого-то но вот они в данном случае их как бы выбор быть на побегушке такая такая интересная вот фигня в сенате у них этого нет то есть они как бы то есть они безусловно они должны прислушиваться и согласовывать из как бы синхронизировать законодательную деятельность и то что президент должен все-таки подписать закон чтобы он вступил в силу но тем не менее вот такая интересная штука поэтому я хотел обратить просто ваше внимание на то что иммиграционный вопрос иммиграционная реформа при том что вроде бы в сенате там договорились сейчас бюджет примут и там как бы должны перейти к обсуждению иммиграционной реформы ничего не значит в том смысле что может ничем не кончится совсем потому что как бы в ультимативной форме то есть наш главный переговорщик ведь президента значит и герой достижения компромиссов как бы вот не не здоров оказывается по этой части и все его компромиссы это перекрыть кислород играет ну что будем дружить или так и будешь без кислорода тут сидеть так вот именно это неспособность неспособность трампа и начали руководство в палате представителей республиканского неспособность какому то ни было компромиссу именно это не дает шанс на шанс лотереи то есть они не договорятся просто не договорятся и как минимум мы можем легко увидеть в мае месяце розыгрыш лотереи последний да то что уже неплохо и дальше чем чем ближе мы будем приближаться к выборам на в ноябре тем меньше у них будет не только желание но и возможности реально что-то обсуждать но и желание тоже меньше потому что всякий острый вопрос стараются не выносить на обсуждение чтобы не потерять какие-то голоса не потерять не давать противной стороне так сказать возможности для агитации против тебя и так далее так далее то есть стараются это тихенько-тихенько так никуда не влезать не в ней не высовываться вот это вот неспособность договариваться она в общем-то играет на руку тем кто хочет сохранить лотерею и семейную эмиграцию вот с другой стороны компромисс если если бы администрация штаны компромисс то в общем то тоже им было бы трудно погасить и семейную эмиграцию и лотерею потому что среди республиканских законодателей особенно в сенате и семейная эмиграция и лотерея не вызывают никакого протеста понимаете вот такая интересная штука то есть и то и другое в целом как бы способствует положительному решению вопроса и по семейной эмиграции и по лотереи а что будет там ей бог никто не знает наблюдаем счастливо